МАНЧЕСТЕ СИТИ Суперкубок UEFA был основан в 1972 году. Основателем турнира выступил репортер голландской газеты «The Telegraph» Антон Виткамп, позже ставший редактором спортивного отдела этого издания. Тогда уровень голландского футбола был очень высок, и Виткамп искал новый оригинальный способ испытать на европейской футбольной арене силы голландских клубов. «Я придумал это, чтобы еще раз восхвалить Йохана Кройфа и его Аякс. Это было наше время, ведь все были в восторге от тотального футбола. Почему бы не поставить перед Аяксом еще одно испытание?» — задавался вопросом неугомонный репортер. Изначально соперником Аякса должен был стать шотландский «Рейнджерс», который в 1972-м выиграл Кубок Кубков. Когда Виткамп поделился своей идеей с президентом Аякса Япом Ван Прагом, тот встретил предложение с энтузиазмом, и вскоре под патронажем «Де Телеграф» началась подготовка к турниру. Однако действующий президент УЕФА Артемио Франки отказал в официальной поддержке турнира по причине годичной дисквалификации «Рейнджерс» из-за неподобающего поведения болельщиков клуба из Глазго. В итоге было решено разыграть титул сильнейшего в неофициальном противостоянии между Аяксом и Фейнордом. Двухматчевый турнир финансировала газета «Де Телеграф», а УЕФА этот суперкубок так и не признал. По сумме двух матчей Аякс победил со счетом 6-3. Год спустя УЕФА все же согласилась курировать суперкубок между Миланом и Аяксом. Клуб из Амстердама вновь вышел победителем. Стабильность розыгрыша суперкубка обрели только начиная с 1975 года. Нынешний суперкубок, то есть сам трофей, впервые был вручен в 2006 году у Севилья. До этого долгое время суперкубок был самым маленьким из европейских трофеев. Он весил всего 5 килограмм при высоте в 42 сантиметра. Для сравнения, кубок Лиги Чемпионов весит 8 килограмм, а кубок Лиги Европы аж целых 15. Современный суперкубок стал выше на 16 сантиметров и потяжелел почти в три раза. Давайте посмотрим на наиболее интересные розыгрыши этого трофея. Изначально суперкубок УЕФА 93-го года должны были разыграть итальянская Парма, выигравшая свой первый кубок кубков, и Марсель, первый французский клуб, выигравший Еврокубок, которым сразу оказалась Лига Чемпионов. Но из-за коррупционного скандала Марсель был дисквалифицирован, причем дисквалификация коснулась не только следующей Лиги Чемпионов, но и суперкубка УЕФА. Так что его место досталось Милану. В первом же матче Милан обыграл Парму 1-0 благодаря голу Жан-Пьер Попена. Но Парма сумела взять реванш в ответной встрече на Сан-Сирах, выиграв в основное время с тем же счетом. Отличился Роберто Нестор Сенсини. Дело перешло в овертайм, и там уже гол Массима Криппа принес Парме общую победу. Это был единственный случай за все время розыгрыша трофея в двухматчевом формате, когда команде удалось отыграться в гостях. Что ж, победа досталась Парме по праву, особенно учитывая, что Милан, уступивший Марселю в финале Лиги Чемпионов, изначально вообще не должен был принимать участие в Суперкубке. В 96-м году ПСЖ стал второй французской командой, выигравшей Еврокубок. Но если Марсель в 1993 году стал победителем Лиги Чемпионов, то успех ПСЖ оказался скромнее. Всего лишь Кубок Кубков. Противостояние с Ювентусом в матче за Суперкубок УЕФА превратилось в самый настоящий кошмар, разгромив соперников Парижа со счетом 6-1, Ювентус выиграл и домашний матч, но уже чуть скромнее — 3-1. 9-2 по сумме двух игр — самый крупный счет в истории турнира. 18 мая 2005 года ЦСКА стал первым российским футбольным клубом, выигравшим Еврокубок, когда в финальном матче Кубка УЕФА подопечные Валерия Газаева взяли верх над лиссабонским спортингом, обыграв португальцев на их же поле со счетом 3-1. Уже в августе ЦСКА встречался с Ливерпулем, который тогда взял Лигу Чемпионов. ЦСКА открыл счет. На 26-й минуте отличился Даниэль Карвальо. Казалось, что победа близка, но за 8 минут до конца основного времени Ливерпуль отыгрался благодаря голову Джибрилля Сесе. Он же вывел свою команду вперед в овертайме на 103-й минуте. А 6 минут спустя окончательный счет установил Луис Гарсия. Добавить в клубную коллекцию суперкубок УЕФА армейцам не удалось. Три года спустя Лига Чемпионов снова покорилась англичанам. На сей раз главный Еврокубок выиграл Манчестер Юнайтед. А кубок УЕФА снова достался клубу из России «Зениту». Так что 29 августа эти клубы встретились в Монако в матче за суперкубок. На сей раз российский клуб взял верх благодаря голам Павла Погребника и Мигеля Данни. Однако концовка получилась неровной после того, как Неманни Видич сумел отыграть один мяч на 73-й минуте. Но развить успех подопечные Фергюсона не смогли. На последних минутах Пол Скоус сравнял счет, но гол, забитый рукой, засчитан не был, а игрок получил красную карточку. Имея численное преимущество, «Зенит» в оставшиеся минуты удержал победный счет и стал первым российским клубом, выигравшим суперкубок УЕФА. Повторить достижения «Зенита» ни одной российской команде не удалось. Между первой и второй победами российских клубов в Кубке УЕФА прошло всего три года, но за последующие годы ни одной российской команде не удалось дойти во втором по значимости Еврокубке дальше четвертьфинала. А вот розыгрыш 2013 года примечателен тем, что Лигу Европы в нем представлял лондонский «Челси», который все привыкли видеть в Лиге чемпионов. Противостояние с мюнхенской Баварией получилось упорно. Итог основного времени 1-1. Итог овертайма 2-2. Бавария все же обыграла «Челси» в серии после матчевых пенальти 5-4. Все игроки немецкого клуба реализовали свои удары, а у «Челси» роковой промах в последнем ударе допустил Ромелу Лукаку. В это трудно поверить, но Бавария в 2013 году стала первой немецкой командой, выигравшей Суперкуба КУЕФА. Ранее неудачи в этом турнире, кроме Баварии, терпели дортмундская Боруссия, Вердер и Гамбург. А ведь в 1974 году клубы из двух германских государств, ГДР и ФРГ, Бавария и Магдебург, не сумели договориться о проведении турнира и его и вовсе отменили. Что сказать, лучше поздно, чем никогда. А на этом все. Пишите в комментариях, как вам прошедший Суперкубок УЕФА. Ставьте лайки и бейте в колокол. Здесь будет еще много интересных футбольных историй. Продолжение следует...